И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр и я продолжаю играть в Ark Survival Valve, а также на Генезисе 2. И сегодня мы просто немножечко подготовимся к боссу. Да, это можно было сделать за кадром, но на Генезисе 2 что-то у нас видосов-то вообще практически-то и не было, ну, в сравнении с остальными. Меньше только Скирч. Ну, кстати, даже вот немножечко обидно, что Скирч такой маленький оказался. Прикольная карта. С одной стороны, с другой стороны, ну, такая немножечко бесячая всё-таки. Вот. Хуи-и-и. Побаловался я уже здесь с Ноглином чутка. Кстати, я не понял, как им, то есть, если в... Сейчас объясню. Если в на кого-нибудь ты цепляешься, то если в нажать на F, то Динос бегал за мной. Так, тебя козла не прицепить. То есть, вот, цепляем. Но, ты попытался, а теперь вернись обратно. Вот, допустим, цепляемся за него. Да. И можем управлять. То есть, без каких-либо проблем управляем. Но, нажимая на F, я от него отцепился. То есть, я перестал управлять Ноглином. Могу только убрать Ноглина. Но экипировать седло для этого. И, по сути, всё. То есть, я не могу обратно, что ли, сделать так, чтобы я мог им управлять. Вот такая вот какая-то дилемма непонятная. Но, в целом, и... И так сойдёт. То есть, хотя бы Ноглину убрать можно, уже не ждёшь время. Хоп. 10 тысяч урона. И мега-супер-боевая дница. Конечно, необычно то, что с сундучком все ресурсы падают. Но... Такая вот фигня. Ну, смотри, какая приколюха. Да, лазурненький такой. Но, я не маяк по цветам. И томить одиннадцатого из-за цветов не всегда делаю. Вот, но... Но... Аааа! Факин, ну зафотят. Вот. Но, сегодня мы пойдём всё-таки томить. Томить пойдём Ютиранусом, как я уже говорил. Но я хочу сделать... Так. И туда. Дай ядре что-то, раз, в дышке. Вот, туда иди. Так, и отцепись. Вот. Я хочу притомить Ютиранусом. Может даже двоих притомить. И вывести Ютирануса такого. Но смысла в этом нету. То есть, я буду на Ютиранусу бегать. Вот, кстати, он меня тусует. Сто двадцатый Ютиранус. Притомлю того, которого ХП больше. Вот. И уже... Будем пробовать делать что-либо с ним. Как я сказал, притомляю Ютирануса. Шестнадцать... Наверное, шестнадцать сделаю тенегливов. И буду чисто им... Пробовать. И... Вот это. И вот это. Да. Хотя... Вот это мне тоже, я думаю, пригодится. Потому что отбиваться, как вариант, нужно будет. Так. И киблы, пожалуй, мне тоже нужны. Скидываем все ресурсы. Я не помню, какие киблы нужны. Но вроде бы вот эти. Ой, возьмём. Давай. Побольше сразу же возьмём. Ну, базовый точно не нужен. Вот этих возьмём. Вот этих, вот этих. Ну, эти уже точно не нужны. Да пофигу, давай, всё берём. Какая разница? Чё? И... Здесь есть вот такая штука. Которая на голод. Ну, это, по крайней мере, делается быстрее. Бляха-муха. Ну, просто, ну, посмотрите. Ну, клёво. Ну, мне нравится. Стоят все такие. Прям, ух. Прям вот чувствуется. Стена. Стена, сила и мощь. Да, сколько же болтовни. Ну, насрать. Это я. Я всегда только так и делаю. Да не, пожалуй, пойдём пешком. Единственное, что... Он у меня в том районе. Через выход. Не, пожалуй, легче будет туда просто долететь. Кстати, как говорят, всё-таки на скифе будет побыстрее лететься. Всё это дело. Уи-и-и. Вперёд. Чем ближе к нему, тем... К ней, точнее, тем больше у меня такое ощущение, что в скалах будут застрявшие. Но нет, мне повезло. Повезло. Ммм, розовенький с жёлтым. Прикольно. Так. Юти Раша. Чё-то я тебя... Отлично. У-у-у. Зацепил. Я, честно, уж думал всё. Пердос. Целился Юти Ранос. Но нет. Нет. Всё нормально. Не зря попёрся на скифе. Вот. Я, честно, я ещё думал. Товить на месте, не товить на месте. Думаю, ну, мало ли что. Давай-ка лучше всё-таки на скифе. Не прогадал. Потому что, ну, сами видите, ситуация была патовая. И... Были шансы потерять Ютика. Отлично. Расход топлива 41Х. Но для топового Юти Раноса не жалко. Ну, тарпорчик тоже был накинут. Ты посмотри-ка. Экстраординарный корм. Ну, я, значит, правильно помнил. Я просто помню, вроде бы, экстраординарный. Ну, самый топовый корм. Ну, так как сомнения есть сомнения, поэтому я взял все киблы. Так, где я тусую? Эй-эй-эй-эй. Не ту кнопку нажал. Ну, вот. Короче, летим туда. Там, где у меня стоит телепорт. Примерно в тот район. И там уже будем томить. Томить уже будет не так уж и сложно. Сеть. И... Вся фигня. Решил в итоге сбросить там, где... У меня... Я томил ноглино. Отлично. Спим, отдыхаем. Немножечко тарпорчиком. Бегаю, потому что я не знаю, есть кто здесь вокруг, нету, кто здесь вокруг. Ну, и супер. Два корма. Голод. И отлично. Даже еще... Автоматический режим. А, это он будет кричать, кричать, кричать постоянно. Это прикольно. Да, такой вот еще бы сетка сразу снялась. Прикольно. Так. Теперь... Ну, а теперь чего? Теперь на базу. Единственное, что... Сразу закидываем вот это. Детик, мне пригодится. Не, ну, клево! Блин, ну, я говорил, что я не томлю по цветам, но тут просто так получилось. 120-й левел и по цветам. Ну, просто хп там было больше. Ну, прикольно получилось, конечно. Мне это однозначно нравится. Да и... Я не помню, чтоб я у тебя тирана савтомил. Прям не помню. Я пытался! Но не нашел. Так как на центре, когда я играл, на острове, у меня не было еще моды на поиск дина. Как-то так. Ладно, погнали на базу. У меня тут еще первые половины видео со звуком были проблемы. Там, как вариант, лишние клавиши были слышны и так далее. Потому что... Я забыл отключить немножечко звук. Ну, в смысле как? Отрегулировать, чтобы лишнего шума не было. Ну, да, бог с ним. Вроде бы не сильно критично. Так, давай смотреть, что в итоге мы имеем. Этот крик у нас, получается, идет на диких. На контрол. Это я должен... Да, это я влияю на своих. Отлично. Ну и, по сути, все. Обычный укус. Ну, а это на диких я должен влиять, то есть, им, типа, в минус эти. Ну, сейчас проверим. Типа дебаф, по идее. Да, вот это я на них накидываю. Дебафы. Окей, это уже неплохо. Немножечко подразберемся. На ютеранс у меня только 73-е седло. 73 брони. Потому что, во-первых, я не думал, что мне нужен будет седло на ютеранс. Я помню, у меня попадал в дропе, но я его переработал. Я прям не думал, что он мне пригодится, но... Вот так вот он мне показывается, да. Кидаем здоровечко. Вот. Потому что здоровечко точно уже будет. Немножко вносливость и здоровечко. Такие вот приколюхи. Так же мне, помимо Етерануса, нужно будет обязательно... Вот. Тени грива. Ой, сейчас я вам покажу. Это какое-то просто безумие. То, как выращиваются. У меня вот здесь стоит няде. Внизу. И... Так. И надо у неё включить... Радиус. Радиус у неё, конечно, небольшой, но... Не знаю, нужно ли прям... Точнее, критично ли попадать в этот радиус или нет. Кто там сходит? А, авератор. Окей. Но смотри, что мы делаем. Отправить спать, конечно, норм тема, но нет. Поведение. Чао спаривание. То есть происходит процесс спаривания. Мейвинга я всегда оставляю специально здесь. Потому что нужно. И... Всё. То есть, можно так сказать, конвейер включён. Можно несколько мейвингов подвести. Благо они есть. Но смысла в этом не вижу. После спаривания идёт процесс беременности. И, кстати, да. Первый у меня такой был вопрос. Это в целом первый мейвинга питания. Обычно я всех выводил. Это были яйца. И... То есть, как бы я не заморачивался. Первый у меня был вопрос, когда я выводил лучше первого. Вырастет ли живот? Чёрт поверён. Вырос. То есть, здесь это тоже продумано. И вот как только заканчивается процесс беременности, при вот этих всех моих эффектах, то есть эффект заинтересованности и, возможно, и вот это стремится скрывать мир, тоже на это влияет. Другие вроде бы... Вроде бы другие, ничего не влияют. И вот, наверное, всё-таки из совокупности вот этих вот эффектов появляется вот это. Как только заканчивается процесс беременности, начинается сразу новое. Такие трёшки, а... Чё ты своим хвостом-то меня дергаешь? Так. Садимся. Хоп. И всё на месте. И здесь уже всё по-новой идёт. Вот такая вот фигня. Самое смешное, как они вот здесь вот вынашиваются. В том плане, что они вот такие вот мелкие идут. Они всегда такие будут мелкими. Но потом просто выращиваются до конца и такой... Хлоп! И вот такая махина появляется рядом. Выглядит, конечно, это смешно. Но когда ты знаешь особенно. Когда ты не знаешь, ты немножко охраневаешь первый раз. Потому что... Таёшка не кот. Вот. Потому что когда я первый раз вытащил из корзинки, и там такой... Юнет такой вылез, просто охраняя каких размеров. Я такой... Твою мать! Это было неожиданно. И вот после того, как происходит вот это вот всё, она снова будет беременна. И тем самым мы получаем немножечко... То есть, маленькую передышку перед тем, как нужно уделить время юнцу. То есть, он уже станет юнцом к тому моменту, как пройдёт за 7 минут. Опять-таки же, благодаря моим настройкам и благодаря вот этим вот всем эффектам, которые у меня. И да, что немаловажно, чёрт поверь, няне работает на привязанность очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень хорошо. Да, я это уже показывал. Но... По факту. Мне прям... Я бы намного меньше бы мучился. У меня бы не было бы столько бы мейвингов, если бы не вот это. То есть, мне бы киблов-то хватило бы. Те, которым есть. Ну, зато ладно. Чё, запас киблов. Киблоферма! Вот, мейвинг киблоферма, короче, у меня там. И... Да, я очень много потратил на всё это время. И если бы я поставил няню в самом начале, проблем бы не было. Но! Если бы это было бы... Если бы я сразу так сделал, то я бы не знал, насколько это геморрно их всех выращивать и кормить. Да. Без своих рейдов никого выращивать не буду. Нафиг! 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 И вот сейчас она сбросит пузо и снова будет беременной. Да. Работает это именно так. Хе-хе-хе. То есть, что ж ты. Да, вечно ту-фе, ту-фе просто. Так, подожди. Сюда. Отлично. И вот уже их два. Клево, клево. Я считаю, что клево. А мы дальше ждём. Едрить-то, растудыть-те! Двойняшки! Э-э! Хорош! Горшочек не вари! Ё-моё! Двойняшки! Это было вообще-то неожиданно. Подбирай срочняк их. Ё-моё! Двойняхи! Это немножко не по плану. Но! Зато это уже скоро можно кормить. Кстати, получается, то есть, когда ты ловишь третьего, первому уже... О, четвёртого. Первому нужно уже уделять внимание. Чёрт побери! Надо ещё одного мэйвинга сюда тащить. Тоже знал, что нужно будет. Так. Кто доброволец у нас на выращивание? Они у меня всё равно все на хп вкачаны. О! Ты оранжевенький! Пойдёшь. Да. Если в тот у меня чуть-чуть вкачаны туда-сюда, туда-сюда, и на эффективность кормления, в основном, то эти у меня все вкачаны. Просто тупо на хп. Ну, чтобы выжили. Неожиданно, но как-то всё быстро идёт. Не, на двойняхи это клёво. Это мне ускорит всё это дело намного быстрее. Интересно даже, будет ли какая-нибудь разница в том, как здесь кормится и здесь кормится. Вот даже вот так вот вопрос встал у меня. Пару секунд. И... Да что ж ты. И... Так. И вот так вот он. Отлично. И будем считать, как будто бы я поймал четвёртого к себе. И, как видите, первого уже... То есть, прям на моих рейтах, а рейты всегда можно посмотреть, у меня прогулка с вами. Отлично, вообще изи-бризи. Погнали! У-ху! Е-е-е! И вот так вот он няня сработало, что у меня по щелчку пальца 100%. Ну и, кстати, да, соответственно, если я уже следующего... Ну, то есть, со следующим нужно будет возиться. Тогда, когда вот здесь вот это новое вылупится. Мать его, конвейер! Просто чистой воды конвейер. Ну, по идее, хавает точно так же. Только вот сюда надо мясо положить. Мэйвинг, няня... По идее, проблем не должно быть. Просто он должен, типа, кормить, но... На моих рейтах это вообще разницы никакой нету. Да уж. Чуть-чуть ждём. Появляется детёныш. И... Вот. Но это канает только с несколькими мэйвингами, соответственно. Потому что... Проходит только 50% времени. И... Нужно завершить полный цикл. Опять прогуляться. Вообще изи-бризер. У-ху! Причём мы можем точно так же передвигаться с этими... Чуваками. Без каких-либо проблем. Вот. Так же, да, мы можем смотреть к ним в инвентаре. Так, это инвентарь Мэйвинген. Вот. То есть, видим уже и характеристики. В правом... В левом верхнем углу мы видим уже то, какие они будут. То есть, хп-31, хп-31. Здесь урон 26. Здесь 27. Здесь хп-31 урон 27. Хп-31 урон 27. Ну, короче, прям... Прям огонь. А, ну да, у двух задних же там одинаковые должно быть. Так же 31-27. И... 27-26. Ну вот, собственно, такое тоже бывает. У меня... Вот, стой так. 27-26. То есть, в кого-то из родителей уходит в хп. То есть, от этого уйдет в хп, от этого уйдет в урон. Вот. Ну, я очень счастлив, когда вот в хп идет вот от этого. Прям... Кайф. Ну, а что мне остается еще? Ну, еще... А, ну, еще четверых нужно будет. Ха-ха. Да, е-мое, еще одни двойняхи. Ты посмотри-ка. И, кстати, опять... О, отлично. И, кстати, опять третий-четвертый. Ха-ха-ха. Ой. Ой-ой, как бы так бы сказать. Опять прогулка с вами. Да, это же офигенский. На мейвинге прогуливаться вообще прям изи. Ну, давай, ну, прогулка. Прогулка, прогулка. Оп, отлично. И вот он, первый, уже вылез. Хе-хе-хей. То есть, вот про что я говорю. Так. То есть, вот он первый вылез. И с последним мы еще даже и не поиграли, можно так сказать. То есть, вот он, этот мейвинг у меня освободился для сбора. Хотя, по идее, он не должен был освобождаться. Это просто близняки у меня тут двое подрождались. А поэтому так получилось. Но вот получилось так, как получилось. А пока суть до дела, там уже много, половина. Вот такая вот армия набирается. Вроде бы и легко, непринужденно. А время-то собака занимает, но немало. Даже так, как и времени занимает немало. А прикиньте, это выращивать на 1х. На официалки без модов. Блэх. Это не для меня точно. Но здесь я все-таки развлекаюсь. И играю для себя. В первую очередь. Ну, а вторую для вас, конечно же. Естественно. Да-да, кстати, я написал в комментариях, типа, да у тебя ж там с ним тоже нужно как-то взаимодействовать со вторым. Это же были близнецы. Да, я взаимодействовал. Здесь, опять-таки же, повторюсь, пока не выведется, там времени до усрача. Почему? Потому что любая активность с ребенком... Двое. Еще двое! Двою мать! Ку! Да! Все! Горшочек, подожди, не вари. Подожди, поведение. Отключить спаривание. Горшочек, не вари, пожалуйста. У меня аж эти заканчиваются. Корзиночки! Давай, братан, вылази! Там... Там... Там надо, короче, это... Тут давай, вылази быстрее. Там надо малых в корзинке погрузить. Братан! Давай! Не мешай, пожалуйста, зачем я пошел? Все, погрузили в корзинке. Отлично! Фью! Три! Три, черт побери, уже без внука! Это, короче, прям... Прямо безумие какой-то. О, яйки выронил. И прогулка с вами. Отлично! Погнали! Прогулка, прогулка! Да, ёшкин кот! Отлично! Кстати, да, полет тоже считается как за прогулка и... Отнимает намного меньше времени. Так. Это сейчас разродится. И сейчас глухи должны вывалиться, да? Или нет? Или да? Или нет? Ход дела надо еще одного меббинга тащить. Ну нафиг! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! А-а-а! Это было неожиданно. Погнали ты! На всякий случай! Возьмем вот так. Хе-хе-хе! Чертов форс-мажор! Я не ожидал, что будет столько близняков. Как-то так это и происходит. Вот такая вот мини-армия у меня получилась. 15. Это прям... Что-то с чем-то. То есть вот по 5 в 3 ряда. И ютиратус. Я прям уверен, что этого будет вполне мне достаточно. Как минимум, чтобы завалить гамму. Хе-хе-хе-хе! Гамму-босса. А там уже будет видно, что тогда где. Вот такие вот дела. Ну а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорит всем, спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать меня. И, конечно же, делиться моими видео с своими друзьями. На этом все. Всем удачи! Всем пока! Всем счастлив и добра! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok